МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите информационную программу Пульс города в студии Екатерина Иванова. Здравствуйте! Смотрите сегодня в нашем выпуске. Чем богаты, тем и рады. Спасатели Кандалакши демонстрируют готовность к веренной им технике. Эксклюзив от детского писателя вышла в свет новая книга Олега Бундура. Кафель нежно-голубого цвета и гидроизоляция по современной технологии. Чем готовы удивлять строителей бассейна. Чем ближе финал, тем чаще проверки до обещанного Кандалакшаном грандиозного события осталось всего 4 месяца. 1 октября по планам строителей должны распахнуться двери бассейна. Сегодня на объекте снова побывали представители районной администрации. На каком сейчас этапе работы смотрите далее. Снаружи, кажется, изменений на объекте никаких за забором – картина иная. На территории работы техника сейчас завершается один из самых сложных этапов – земляные работы. Параллельно оборудуется парадный вход. Не стоит на месте процессы внутри здания. Строители завершили монтаж лестничных пролетов и перегородок. Уже хорошо видны очертания будущих раздевалок, санузлов, технических комнат. Теперь забота подрядчика – отделка помещений и монтаж оборудования, чаши бассейна. Представитель районной администрации отметил, работы идут по графику без отставаний. А значит, есть надежда, что спорт-объект сдадут точно в срок. Не помешают этому даже и изменения, которые сейчас уже по ходу вносятся в проект. Курирует проект, УКС ведет. Они вносят изменения. Вот мы сегодня смотрели на эти изменения, и все нас устраивает, и все решено. Поэтому это такая рабочая работа текущая. По самому бассейну изменений нет по самому зданию. По благоустройству, да. То есть сейчас вот унесем свои предложения какие-то, внесут предложения подрядчики, что им тоже не нравится. Я думаю, что придем к одному мнению. Изменения, которые предлагается внести в проект, касаются увеличения территории для парковки легкового транспорта. Впрочем, найдется здесь и место для газонов. Пересмотреть проект в части применения новых технологий – еще одно предложение со стороны подрядчиков. Вот еще изменения было по гидроизоляции. И применим современную гидроизоляцию не рулонного типа, а типа штукатурного. То есть наносится как штукатурка и довольно-таки хорошо держит воду. То есть протечек не будет. Технологию опробовали в столицах нашей страны. То есть бассейны строятся, новые технологии применяются. Общаясь с представителем фирмы-подрядчиком, они удержались и спросили, чем еще строители готовы удивить Кандалакшан. По словам прораба, который, кажется, прописался на объекте, изюминкой городского бассейна станет большое витражное окно. Что же касается плитки, которые отделают чашу бассейна, то здесь не до излишеств. Она будет нежно-голубого цвета. На большой красавец катер две резиновые лодки могли полюбоваться сегодня Кандалакшане, проходя по Первомайской мимо здания Кандалакшского аварийно-спасательного отряда. Не случайно оказался водный транспорт на суше, далеко от объектов предназначения. На этот раз он использовался в качестве экспонатов выставки, которой можно было бы дать условное название. Мы готовы прийти на помощь. Впереди у спасателей непростой сезон, лето, время которое Кандалакшане любят проводить на водоемах. Кто-то едет просто отдохнуть, другие порыбачить. Нередко такие вылазки на природу приводят к нештатным ситуациям. Год на год, конечно, не приходится, говорят сотрудники МЧС. Строить прогнозы трудно. Одно точно – спасательным плавсредством простаивать не приходится. Достаточно часто. Ну, летом раз в 10-20, как правило. Ну, кого-то, да, унесет. То есть, как правило, бывает состояние алкогольное отменение. У нас на заливе это было. То есть люди пытаются выйти, дует ветер, ломают свое, а слоих хвата несет. Вызывают посадку и приезжаем, эвакуируем их. Бывает, кто-то потеряется, у кого-то сломается техника, там, где-то далеко, они могут выбраться. Кто-то туман опустился. В прошлом году была такая ситуация, что опустился туман на озере, на Книжедубском водохранилище. Тоже не могло. Человек не знал просто, где он находится. И тогда тоже уезжает. Есть хорошее правило. Не зная броду, не суйся в воду, но даже четко придерживаясь его, нельзя быть абсолютно уверенным в том, что помощь спасателей на водоеме не понадобится. Ну, а тем, кому море по колено, зачастую и вовсе приходится уповать лишь на Посейдон и Матрикс. Посейдон 5-метровая, резиновая. Хороша тем, что она достаточно легкая. То есть ее втроем можно переносить спокойно, можно подъехать на машине, на прицеп ее привезти, либо ее спустить в машине. Она достаточно легкая, у нее большие борта, то есть она не брызгается. Это хорошая ее особенность. Конечно, может движечь помощнее, у него как бы было. В принципе, хватает этого. Ну, Матрикс 17. Достаточно большой, он достаточно быстроходный. Ну, то есть тут уже 60 машинных сил, двигатель стоит. Ну, используем в основном для нашего Камблажского залива. Для обеспечения мероприятий, ну, для спасения, соответственно. Что ж, спасатели свою готовность показали. Теперь очередь за любителями бороздить водные просторы. Их задача продемонстрировать знания правил поведения на водоемах, чтобы как можно реже звучал сигнал СОС «Спасите наши души». Юные художники воспитанникам «Журавушки». Сегодня детский сад номер два принимал гостей учащихся детской школы искусств. Ребята пришли к дошколятам не с пустыми руками, подарили яркие панно по мотивам русских сказок. Эти картины украсят группы и учебные комнаты детского сада. Скоро исполнится ровно год с момента открытия детского сада «Журавушка». Столько же длится и дружба между дошкольным учреждением и детской школой искусств. Осенью прошлого года ребята и педагоги запустили совместный проект «Юные художники детям». В рамках него юные таланты, музыканты и живописцы в течение всего года собственными руками изготавливали несколько панно. Сегодня они в торжественной обстановке были переданы малышам. Предварил церемонию вручения подарков праздничный концерт в программе выступления, хоровое и сольное пение. Также учащиеся школы искусств сыграли детсадовцам на музыкальных инструментах. Артисты не исключают, что малыши в дальнейшем тоже захотят поступить в школу искусств, овладеть игрой на скрипке, пианино и аккордеоне или научиться виртуозно обращаться с красками и кистями, создавая настоящие шедевры. Библиография нашего земляка Олега Бундура пополнилась еще одной книгой. Буквально на днях в Санкт-Петербургском издательстве «Дед Гиз» вышел в сред новый сборник рассказов писателя «В гостях у белого медведя». Эта книга – своеобразный отчет Кандалакшанина о путешествии на Северный полюс. Турные, которые вряд ли забудешь на макушку земного шара, Олег Бундур совершил в июле 2013 года. Результатом этого путешествия из лета в вечную зиму стало несколько тетрадей с рукописями, гигабайты фотографий и море впечатлений. Когда эмоции немного улеглись, писатель сел за новую книгу «В гостях у белого медведя». К вопросу подошел основательно ответственность большая. Олег Семенович пока единственный из российских писателей, которому довелось побывать на Северном полюсе. Литерационных следов о Северном полюсе из первых рус глазами очевидцев, так сказать, нет. И тут, в общем-то, все достоверно. Это эксклюзивная книжка от первого лица из первых рук, потому что я скажу, что из детских писателей на Северном полюсе никто не был. Вот я даже шучу. Я сначала первую дорогу проложил в Арктику, а потом на следующий год Владимир Владимирович Путин объявил, что Арктика – это степенное значение для нас имеет. Мы начали и солдат туда, и войские части, и какие-то дозоры военные организовывают. Вот я впервые проложил туда путь. 80 познавательных и поучительных историй о путешествии на Северный полюс. О суровых полярниках, капитане ледокола, обитателях арктических широт. Книгу не только интересно читать, но и приятно держать в руках. Качественная обложка, удобный шрифт, красивые иллюстрации. Выполнены они, кстати, художником Евгенией Чарушиной, внучкой известного советского графика и писателя Евгения Чарушина. Несколько экземпляров новой книги Олег Бундур передаст в городские библиотеки. Остальные детский писатель планирует распространять самостоятельно. Автор шутит, гонорары издательства ему выплачивают пока книгами. Все экстренные службы города сегодня в оперативном порядке были стянуты. К Кандалакшскому порту на территории предприятия обнаружен боеприпас. По предварительной информации, опасной находкой, всполошившей всех, оказалась мина времен Великой Отечественной войны. Ее обнаружили работники порта у одного из причалов. В ходе осмотра боеприпаса специалистами было установлено, что у снаряда нет запала, а значит опасности он не представляет. Обращая внимание автовладельцев, 17 мая в связи с проведением траурной панихиды по почетному гражданину Кандалакши Василию Александровичу Круглову в центре города будет перекрыто движение. Ограничение вводится ровно на час на период с 12.45 до 13.45. Дорога для проезда автотранспорта будет закрыта на участке от гостиницы Беломорье до памятника Ленина. Обращаем внимание, что отворотки на набережную и к магазину Плаза будут открыты для движения транспорта. На этом наша программа подошла к завершению. Далее реклама и прогноз погоды на предстоящие выходные. Я же с вами прощаюсь до понедельника. Всего вам доброго и до встречи.